ребята привет поздно вечер воскресный такой внеплановый эфир потому что так получилось что меня заблокировали на основном аки и на моем запасном не так много и подписчиков и друзей поэтому я считаю что эфиры и скорее всего будут не столь не столь охватными друзья пока я в эфире я прошу мне не звонить потому что прерывается связь спасибо большое и тем не менее я все-таки решила выйти в эфир как минимум запишу то что хотела сказать к сожалению не всегда то что я пишу точно передает все мысли да и иногда просто выйти в эфир и просто рассказать то что ты долго долго пальцами должен набирать и писать поэтому я приветствую своих друзей которые подключились рубен чамбар и ереко ирина добрый вечер на сурен добрый вечер всех вас приветствую и пока собираемся я анонсирую тему которую хотела бы сегодня обсудить ну как всегда я иду против шерсти как всегда казалось бы да два года назад когда случилась армянская весна я писала гневные тексты и гневные посты и призывала наш народ не терять здравый смысл рассказывала кто такой никол пшениан который их ведет то есть каждая публикация была экстра эмоциональной потому что мне важно было не позволить бархатному беспределу накрыть мою страну к сожалению я проиграла понятно ну кто я такая по сравнению со всеми ресурсами которые были брошены и на пустом месте ничего не растет понятно что почва была взрахлена великолепно понятно что 10 лет бездарных сериалов уродских передач оболванивания людей 10 лет бесконечного и безграничного правления такого издания как армянское время где позволялось все разрешалось все и за деньги можно было говорить любого это все привело к тому что мало того что армения превратилась в одно огромное армянское время еще и буквально было как миной замедленного действия напичкана всевозможными сплетнями грязными домыслами сказками легендами и так далее и это все сформировал это самое мировоззрение общество которое это готово было взорваться и она взорвалась я ребят повторяться не буду об этом я писала такое количество постов что уже считаю и бессмысленно до перетирать старое прошлое но прошлое нас нагоняет и периодически поднимает голову поэтому я все-таки дам какие-то комментарии если мои дорогие друзья которые ровно со мной плечом к плечу спиной к спине боролись против бархатного переворота ждут что пройдя два года я буду продолжать также как и два года назад рассказывать про то что этот бархатный переворот он привел он убил он уничтожил он развалил ребята нет рано или поздно надо остановиться и двигаться дальше потому что что бы то ни было два года назад все это было два года назад и за всем этим были и основания и причины и предпосылки это первое и второе на протяжении двух лет я ежедневно ждала хоть какие-то комментарии от власти которая по большому счету прошла через epic fail не справившись со своими прямыми обязанностями я не получила никакого комментарии сегодня был прямой эфир взятия сержа затвичья микаэла араевича я ждала ответы на те вопросы которые были озвучены под лайвом микаэла араевича на тему комментарии всего того что произошло за два этих года почему своевременно не было остановлено движение никола пашиняна почему никол пашинян в купе с представителями соросов и цереров спокойно дошел до центральной площади и разбил палатку почему было разыграно это странное представление в доме радио с якобы погромными разгромами и избиением полицейских я много лет назад была очевидцем кровавого путча я находилась войска 3 я несколько месяцев ежедневно ходя на работу я работала 6 лет на телевидении наблюдала кровавое коричневое пятно потом которые замазали и отремонтировали айска 3 айска 3 это корпус напротив центрального корпуса телевидения на королеву 12 где работала и я знаю что к путь и я знаю что такое представление поэтому масса вопросов почему имея полную возможность выставить своего кандидата республиканская партия этого не сделала и потом проголосовала за конкретно никола пашиняна плюс 10 голосов которые не хватали для того чтобы он абсолютно точно выиграл те выборы почему через несколько месяцев когда можно было выбрать спокойно никола пашиняна и обеспечить и сохранить за собой голоса в парламенте не довести до распуска парламента парламент был распущен был распущен и произошли новые выборы которые привели к тому что сегодня 88 плюс один голос абсолютно как единая марионетка действует по прямому указанию никола пашиняна говорят что между этими ребятами сейчас своеобразный троллинг на фейсбуке да говорят что они там своих фейков друг на друга науськивают и что такое броновское происходит я не знаю но я озвучила несколько раз 13 вопросов я на эти вопросы ответов не получила поэтому у меня остается гипотеза которая собственно говоря ни коим образом не развенчана ни одним из представителей тогдашней действующей партии несмотря на то что я регулярно смотрю эфиры первых лиц рп регулярно потому что эти вопросы не оставляют меня в покое и я сегодня вижу как все национальное собрание весь парламент по большому счету абсолютно парализован не работает ни одна организованная оппозиция не карманная оппозиция луса варгаястан не оппозиция которая собралась сегодня в отдельную команду из родина дашнаки и процветающая армения а в парламенте абсолютно парализована работа приходят давители кнопок 88 плюс 1 арман баба джанян и давит на кнопки по приказу своего фюрера это не демократия это узурпация власти за которой потом придется ответить и возвращаясь к своей позиции я хочу сказать так ребят я понимаю что с каждым человеком который разочаровался в новой власти растет ваша уверенность и желание основательно оторваться за все те месяцы боли через которую вы прошли но я вам так скажу ребята это неправильная позиция более того это вредная позиция буквально на днях у нас была возможность ходить через зум-конференцию встретиться со вторым президентом армении были заданы много вопросов изначально была договоренность что политические вопросы не поднимаются но общегосударственные вопросы и вопросы которые действительно волнуют вне острополитических обсудить можно знаете прозвучало несколько вопросов за которые я безумно благодарна организатором потому что я еще раз увидела государственного мужа не человека который выходит на парламентскую трибуну как 26 июня этого года и заявляет что если вы будете себя плохо вести я на вас спущу свой народ так не может мыслить государственник для государственника нет своего и чужого народа у государственника один единый народ и завтра мы обязаны стать одним единым народом вопреки тому что случилось два года назад несмотря на то что восемьсот восемьдесят четыре тысячи человек проголосовали за партию никола пашиняна они надеялись на какие-то изменения и за это сегодня троллить восемьсот восемьдесят четыре тысячи граждан армян категорически если у нас с вами государственное мышление и нам важно государство армения нельзя потому что этим мы радуем только своих мазутистанских врагов не более того давайте посмотрим на цифры в армении два миллиона пятьсот семьдесят тысяч граждан которые имеют право голоса посчитаем 2 миллиона 600 тысяч из них на выборах депутатских которые произошли 7 декабря 2018 года проголосовала более 1 миллиона двухсот тысяч согласитесь что это меньше чем 50 процентов по большому счету это было 47 почти процентов голосов остальные не пошли голосовать из них восемьсот восемьдесят четыре тысячи отдали свои голоса партии никола более ста трех тысяч проголосовали за процветающую армению собрали 80 тысяч лусоворы и по большому счету более или менее к ворум был организован и согласован так вот если завтра произойдут выборы как вы думаете за что за кого будут голосовать те восемьсот восемьдесят тысяч человек и те оставшиеся почти миллион четыреста которые не пошли голосовать из них совершенно спокойно вы можете отбросить порядка двадцати процентов потому что двадцать процентов всегда никуда не ходят голосовать какая-то часть не находится на месте какая-то часть просто инертно какая-то часть в этот день заболела какая-то часть сильно стара какая-то часть отрицает любую политику минимум 20 процентов соответственно завтра мы имеем реально восемьсот восемьдесят четыре тысячи проголосовавших за никола потому что царупьяновская партия останется ему верна у дашнаков своя плотная свой плотный электорат республиканская партия которая набрала тогда 59 тысяч может чуть-чуть увеличится но не сильно много почему потому что вся сила республиканской партии долгие годы держалась на пенсионерах на бюджетниках которые сегодня будут поддерживать действующую власть знаете почему потому что действующая власть подняла деньги пенсионерам и обещает что еще перенесет мы послушайте только что говорят в основном пенсионеры они продолжают доверять никого они продолжают верить те же бюджетники за кошмаренный большое количество силовиков им увеличили доход их купили по большому счету и силовики полицейские всегда выполняют приказ я наблюдаю за тем что происходит на улицах еревана ребят на улицах армении это абсолютно однозначно видимый вектор на то чтобы внушить гражданам армении ненависть к полицейским вот эта концепция полицейский наш гостикана мерина она уничтожена сейчас сейчас основательно держится вектор ненависть между силовиками и гражданами и это абсолютно продуманная программа это программа программа продумана с одной единственной целью чтобы завтра они ненавидели друг друга и когда им дадут команду фас чтобы они вывели и они избивали свой народ потому что это ненависть с каждым днем вот этого чрезвычайного положения все больше и больше катализируется и она в какой-то момент может дать всплеск когда эта власть поймет что уже девушка созрела мы понимаем что эти люди по приказу потому что пошла жесткая мобилизация и вот это вот ненависть которая культивируется завтра пойдет голосовать и если завтра мои друзья говорят надо завтра же собраться там принять решение надавить на парламент пусть в неочередные выборы и так далее ребята мои дорогие политическое поле армении еще не сформировано она только 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 начинает вызревать это как тесто дрожжевое оно должно подняться она еще не поднимается вот эти ситуативные встречи баргавача вот эти ситуативные встречи родины и дошнаков это несозревшая история это еще только формирующиеся поле соответственно если завтра пойдет голосование они заново проголосует за никола пусть не с таким отрывом и он сядет еще на пять лет вы этого хотите давайте ребят все-таки включаться и чуть более расчетливо отключив эмоции подходить ко всему что происходит сегодня замечательная моя фб друг которую я знаю воочию встречалась приглашала на мой день рождения чудесная софья петросян задала мне вопрос мина зачем ты пишешь этот пост где я четко написала ребята существует один единственный водораздел между очень небольшой группой фашистов это тяга та команда которая всегда за деньги и и вы купите в любой момент сегодня за николом осталась реально маленькая искренняя группа и те кто еще продолжают верить и те же пенсионеры бюджетники будут за него не потому что они ему верят а потому что у них других вариантов нет и если вы сегодня сливаете тех кто пошел для того чтобы сказать нет вот этому вот десятилетию оболванивания людей а мы неоднократно об этом писали мы писали о том что ребята коррупция ребята это еще когда не было никакого революция революционного движения мы просто писали о стране очень редко но были эти проблемы которые мы поднимали что ребята прекращайте травить людей этими сериалами потому что вы оболваниваете людей у них туплет затупливается критический мозг наш мозг запоминает все наш мозг это как на желудок какую пищу вы туда положите то она и будет переваривать это это функция потому что если вы будете гербич фуд туда засовывать мозг оплывет жиром он не в состоянии будет думать вы понимаете что с утра и до вечера людям вливали головы гербич фуд обоим удивляются что эти люди не умеют думать как как мозг должен переваривать сложную пищу должен слушать сложную музыку должен читать сложную литературу и смотреть сложные авторские фильмы понимаете только тогда он в состоянии думать критически все элементы использованы вы посмотрите музыка звучала самое пошлое самое бездарно от которой лично у меня просто выворачивала нутро никол джан духов более бездарной песни невозможно придумать но она совершенно спокойно потреблялась мозгом массовой аудитории почему 10 лет заваливался гербич фуд и он заплыл жиром нельзя людей обвинять в том что им вскармливали вот это вот нельзя ожидать от массового потребителя высоко развитого поведения так не бывает ребята это единицы элиты всегда долей меня спрашивают восемьсот восемьдесят четыре тысячи человек совершили госпереворот нет госпереворот совершила гораздо гораздо меньше на самом деле чем мы думаем почему потому что люди когда выходят с протестом они выходят воспользовавшись своим конституционным правом завтра те кто недоволен николом будет выходить протестом никто не смеет им сказать что вы не имеете права выходить протестом понимаете есть юридическая часть всего этого вопроса а юридическая часть говорит парламент который полностью имел право принятие определенных решений законодательная власть она проголосовала и выбрала премьера какие у вас претензии к народу что они вышли потому что им надоело что им приходит постоянно регулярно покупают что у них других вариантов нет что 57 процентов населения армении живут в долг 57 процентов населения это официальные данные а сколько неофициальных данных мы уже понятия не имеем давайте посмотрим почему выходили люди часть выходила людей потому что им обещали обнуление им обещали списать долги огромное количество людей часть выходила просто за социальной справедливостью потому что они понимали что безысходность давайте мы не будем брать вот эти вот секты и лгбт активисты которые позже присоединились да вот эти фонды международные мы миллион раз об этом говорили я сейчас не эту группу товарищей беру я сейчас беру тех кто реально вышел и теперь обвинять их в том что они совершили госпереворот они воспользовались своим конституционным правом они вышли потому что их обманули потому что 16 апреля действующий президент хотел пересесть премьерское кресло разве так зачем все на правду ребята это правда я была против революции потому что просто много читала про никола мне этот человек с истеричным голосом и женскими гормонами не нравился еще с 2008 года жутко не нравился об этом вам рассказывал но в силу того что была беременна я не очень увлекалась политикой более того старалась максимально себя вот ограничить от всех этих действий но потом я начала ковыряться я нашла как он получает его газирование в национальном фонде развития потом все эти грязные статьи потом все эти мерзкие публикации ничего хорошего его выступления вызывали омерзение но есть люди голоса которых например не физически просто физически не и мне этот человек не нравился и и поведением но это не значит думать как я и людям по большому счету было не принципиально кто ведет движение против обмана понимаете и брать вот так сейчас огульно два года два года как я только не называла этих людей как я только не пыталась их взбодрить и сказать ребята очнитесь и сейчас я вижу что ребят просыпают меня спрашивают мин ты поменяла риторику правильно а знаете почему потому что эти люди просыпаются и я это вижу вы видите как просыпать человек после наркоза очень тяжело болит там где прооперировали он не очень отдает себе отчета что вокруг сходит он просыпается в очки они и в это время появляет она и начинаем его мочить это все твоя вина это что сейчас стране происходит вот хлеба свой борщ и до конца зачем троллите зачем варом троллите зачем вы саркиса то вам даст начнем с этого вы троллите чтобы получить удовольствие я нет меня троллили я знаю как это неприятно и я не хочу чтобы это было с другими людьми я люблю своих родных которые встали мэржи сэржи хоть и мы долго я была вычеркнута из их жизни но это не значит что я хочу чтобы они испытали ровно то что если действительно думать о будущем действительно не о каких-то своих там на чувствах да с каким удовольствием что я вообще с тебя мочкану за то что ты вот так многие годы троллил меня что ты довел до этого состояния страну доводит я не не граждане за вотать и платить налог во время и честно а страной управляет именно власть строить институты именно власть строить систему именно власть чтобы его граждане были обеспечены уверены были в будущем и избегали из страны понимаете почему-то власти в 2003 и 2004 годах удалось сделать так чтобы мы видели положение чтобы число общих вернувшихся в страну было больше чем тех власть почему-то власть удалось обеспечить и рабочие места чтобы я находясь в москве потому что москва армения в 2006 году это как так получилось и вот на этой встрече со вторым президентом прозвучала очень важная для меня фраза что государство сильное государство это правильно грамотно стройно работающая система как один организм и эту систему строить 10 лет ребята нам надо было строить организм не не родственников кормить не пытаться всех купить знаете это из серии что у меня есть деньги я всех куплю а кого не куплю того замочу а кого ничего не смогу сделать выгоню из страны так не работает так нельзя относиться к своим гражданам нельзя предлагать всех купить ребят понимаете потому что больше всего мстят те которых вы купили это всегда так и это всевозможные и же с ними которые ранее фотографировались первыми лицами писали сладостные елейные тексты они сейчас больше всего пишут против и завтра они больше чем любые потому что так устроен мир в тавушкой области стреляли азербайджанцы прощупывают наше состояние прощупывают наши границы они пытаются понять где наше слабое место слава богу отгребли люлей потеряли двоих пятерых еще ранеными но я убеждена что это не единственный случай потому что они видят что происходит внутри страны мы можно бесконечно обсуждать что это с власть абсолютно абсолютно не в состоянии править это так это хаос это импульс это совершенно не умение строить выстраивать руководить управлять это импульсивные решения это абсолютно провальная борьба с коронавирусом на днях господин который представляет интересы гави это организация которую основали Белинда и Билл Гейтс и продают в разные страны еще своих региональных представителей как этим аборигенам кидают им подарочки бусики всевозможные разные знаете приглашают на международные конференции этих вид аборигенов там размещают в дорогих гостиницах кидают им пару бусинок как вот много-много-много тысяч лет назад да сотен лет назад и потом они возвращают свои инвестиции потому что ни один Билл Гейтс никогда не поднялся бы и не получил бы не заработал бы миллиарды если бы он занимался благотворительностью так не бывает я мечтаю заниматься благотворительностью и зарабатывать миллиарды многие мои друзья занимаются благотворительностью но миллиарды не зарабатывают миллионы не зарабатывают сотни тысяч не зарабатывают так не бывает они не благотворительностью эти организации занимаются эти организации просто жесткие инвесторы убийцы они вкладывают вот в таких вот медиков свои деньги а потом когда те становятся министрами здравоохранения они заставляют их возвращать эти деньги просто возвращают выпустили рендисевир это якобы препарат против к вида еще не прошел клинические исследования более того насколько я знаю в соединенных штатах клинические исследования приостановлены армения первое объявила о том что она собирается закупать этот препарат понятное дело где этот разработан препарат ну конечно же фонд мелинды гейтс билла гейтса и по и понятное дело что когда-то вот кину в пару бусинок вот этим вот аборигеном туземцам да ничего и бусинки сейчас возвращают через вот эти все препараты я уж не дивлюсь что будут еще всевозможные торговли органы мы ничего не знаем все еще впереди и доктор смерть сегодня он по сути имеет полнейшую индульгенцию во власти вы попробуйте его выковырить оттуда не получится он абсолютно управляет своей территорией недавно выпустили я так понимаю это уже чуть чуть ли не постановление которое вошло в силу что все медицинские организации переходят на мобилизационные ресурсы и будут подчиняться по большому счету единому центру в лице министерства здравоохранения вы понимаете что убивается коммерческая медицина я еще много лет назад когда хвасталась что в армении лучшие стоматологи лучшие косметологи лучшие гинекологи во все на всей планете я игра ребята медицинский туризм надо ехать в армению делать зубы надо ехать в армению дам заниматься индустрии красоты и там приводите порядок и сколько моих друзей я занималась пропагандой своей страны сколько моих друзей приезжала в армению лечилась приводила в себя в порядок возвращалась великолепной улыбкой за значительно более доступные деньги и значительно более высокое качество медицинского туризма в россии нет медицинский туризм армении был и теперь это уничтожается на корню потому что по большому счету якобы временно идет абсолютнейший контроль медучреждений сопровождающим все это действие штрафами ребята вы куда собирает вы куда загоняете все отрасль рассказывается выпугается каждый день к вид дикие цифры и так далее судя по всему на плато уже перешли на плато потому что по большому счету прошла иммунизация страны уже естественным образом не потому что власть что-то сделала нормальное правильное проработала целую программу ребят я много писала про эти маски масками не спасают масками не решают когда в студии сидит вот этих вот государственных телеканалов ведущий в маске ну прям реально хочется ржать потому что я работала в студии я знаю каково это на каком расстоянии от тебя находится оператор насколько там жарко когда на тебя вот эти вот софиты и ты сидишь в этом состоянии в маске вы понимаете это такое очко втирательство и это такой дичайший популизм ребят вы над кем издеваетесь уже зоопарк превратили страну опустили ниже плинтуса аборигенов 6 весь мир ржет над вами маски они на улице раздает ребята не так занимаются борьбой с ковид есть целая программа антивирусная целая система программ изоляции не итальянские рейсы которые надо было оставлять открытыми чтобы вам просто завели пачками эти вирусы и означально принимать решение уже миллионы раз об этом говорили честно говоря даже вот возвращаться к этой теме не хочу просто возвращаясь к тому что сегодня происходит хаос в стране хаос рушится ничего не строится но самое опасное то что я вижу проникновение тех же представителей фонда сороса во властной структурой минюст в полицию специально специально следственная служба тоже где глава и и брат представителя руководителя фонда сороса меня сам назначает людей по властной структуры вот что напрягает и опасно через задачи решаются я сегодня смотрела что происходит у нас вообще с министерствами обнаружила что уже долгое время министерство по окружающей среде или нам охрана окружающей среды отсутствует руководитель нету министра причем по моему кто-то из прессы сделал запрос мол ребята вы чё-то какие-то решения будете принимать или нет то им ответили что министерство прекрасно работает и без министра ребят давайте убьем всех министров уберем страна сэкономит огромные деньги в том числе и на премии войн от прекрасно и по моему решение а за этим решением стоит простой вот как три копейки простой факт амулсарь скорее всего этот вопрос открытый исходя из этого либо пример министр не может найти человека смертника которого он назначит чтобы он в нужный момент подписал все нужные документы либо же как-то примет решение действовать без руководителя для того чтобы и в мутной водице больше и быстрее решить эту вопрос потому что задачи то открытые ключевые задачи то открытые арцахский вопрос открыт амулсар открыт 102 дивизия вокруг которых танцы с бубнами устраивают открытый до стамбульская конвенция после лансеротовской конвенции не решается никол ваваич да скорее всего да пытается он кинуть своих инвесторов не исключено сегодня мои друзья до разбиты на два больших таких вот лагеря по мнению одни считают как я что никол ваваич является по сути полностью марионеткой внешних сил и пытается вот как уж на сковородке вертеться крутиться и по ходу дела зарабатывать деньги а другие считают что он кинет что он настолько хитер что он кинет всех и никогда не пойдет против своей нации я не знаю какой бы свечу зажечь в какой бы храм пойти чтобы случилось именно это чтобы действительно чтобы действительно пример кинул всех потому что очень все это дурно пахнет и очень очень напрягает весь этот хаос обычно после хаоса приходит вот это вот структурированная управленческая команда и система да и я мечтаю чтобы этому пришла что к этому все пришло но давайте посмотрим на голые факты я посмотрела смертность май июнь 2020 года по отношению к маю и июню 2019 года мне действительно важно было понять вот влияние ковид и что изменилось ребята плюс семьсот восемьдесят пять человек примерно плюс семьсот восемьдесят пять вы понимаете что это в шесть раз больше чем мы потеряли в апрельской войне мы понимаем что это огромный людей которые потеряли из абсолютно бездарнейшего управления и теперь возвращаясь опять-таки к цифрам я маркетолог слов любви не знаю у меня все в цифрах когда меня спрашивают почему я пишу примиренческие посты я буду продолжать писать примиренческие посты я буду продолжать воевать против тех которые будут троллить звезд артистов неважно кого которые признают что никол их разочаровал я знаю что среди них масса которые пойдут за любым лидером который будет действительно у власти это нормально соляги не надо ждать от людей чудес люди всегда существуют между холодильником и телевизором всегда есть люди с высокими великими порывами по пирамиде масло есть люди которые заботятся каких-то больших великих вещах но эти люди к сожалению не составляют большинство ребят это наши армяне это наша нация это мы что мы хотим взять и уничтожить 884 тысяч человек которые голосовали за никола часть из них надежды что все будет хорошо к чему вот это все вот эта попытка на там уговорить меня не 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 писать такие тексты не поддерживать тех кто разочаровался буду поддерживать потому что самый ценный электорат это всегда разочаровавшийся электорат я не скрываю я из команды роберта сатраковича кучаряна потому что я полностью разделяю с этим человеком его видение государства полностью я люблю структуры я люблю системы я тоже закончила и перевели ванский политехнический я тоже инженер и мне близок по духу этот человек мне духу по и близок по духу его стиле его управления много чего плюс факты которые от которых никуда не уйдешь плюс отношения ко многим вопросам ну естественно ребята как вы хотите а без них не бывает движение из них обезьянки не бывает развития но человек который устраивает хаос сегодня он должен уйти но не завтра потому что мои дорогие друзья если завтра никол баваевич каким-то образом расформируется его партия я вас уверяю власть пока настолько сильная что и и многие еще в надежде на будущее и пенсионеры будут голосовать опять таки за него еще время не пришло поймите и вот это мнимое объединение объединяйтесь она не означает что давайте троллить тех кто в прошлом там выходил против сержа азатовича давайте там объединяться те кто в оппозиции не так это работает абсолютно не так 884 тысячи человек которые голосовали за никола это те люди с которыми нам надо работать объяснять и доносить рассказывать и показывать из них безусловно группа сектантов до конца пойдет за николом так устроены сектанты кто за ними стоит я писала об этом миллион раз и вы прекрасно это знаете отбросили 150 тысяч человек отбросили 200 600 тысяч человек которые должны быть с нами в одной команде я говорю о тех кто разделяет со мной мое убеждение что страной нужно управлять как системой как организмом что сильное государство это не государство которое работает на противоречиях великих держав а это государство которое работает на их интересах на острие их интересов выстраивая настолько мощные институты чтобы нигде ничего не могло порваться и провалиться вот о чем речь разделяете мои убеждения тенятся потому что наш электорат сегодня эти восемьсот восемьдесят четыре тысячи человек варгавач не наш электорат дошнаки не наш электорат ну савори большей части не наш электорат родина соберет электорат республиканская партия молодцы ребята обновляются молодеют прекрасные слова говорят я с удовольствием слушаю ребят но республиканская партия это республиканская партия и к команде роберта кучерян она не может иметь отношения политически понимаете пусть парламент будет разным давайте думать о будущем и каково какова должна быть система но давайте включать рациональный мозг я не знаю что такое объединяться партиями потому что нам делить голоса людей завтра же понимаете и давайте четко оценивать свои силы мое убеждение объединение партиями бессмысленно уводить сегодня гнать никола нужно остро больно чтобы он не натворил никаких страшных вещей что завел вектор куда-то не дай бог если где-то прогонят однозначно прогонят люди действительно встанут но сегодня нам нужно думать о тех людях которых нужно к себе протянуть в свою команду понимаете ли качан поздно понимаете я здесь доверяю людям которые имеют колоссальный управленческий опыт колоссальный управленческий опыт данном случае после встречи со вторым президентом я внутренне успокоилась я увидела спокойного уверенного человека который понимает куда двигаться вот спокойного это для меня было очень важно по большому счету я даже считаю что мне не надо было задавать никакой вопрос хотя мне действительно интересно было продолжение книги не очень важно было мнение этого человека потому что в книге был важный текст который я сегодня 50 раз переписывала на странице 481 о том то важны были перемены в стране согласитесь что перемены в стране давайте честно отбросим все вот отбросим все личные амбиции какие-то пожелания которые просто честно положа руку на сердце стране нужны были перемены вот действительно нужны были перемены она уже прогнивала десять лет вот эти гадкие сплетни 4 миллиарда дети роберта сетраковича в основном все крутилась вокруг вот этих старт и почему-то именно вот этих вот тем которые вбрасывала команда ливона тар петросяна тот же тарусян кстати из команды ливона тар петросяна не только никол они вбрасывали они прямо вот вот этим перегноем вот это взрыхляли эту почву взрыхляли наш народ посмотрите по всему миру все кто выходил мержи сержин все выходили с определенным отношением роберту кучаряну или нет вот эту встречу там арки задала вопрос по поводу звонков ежедневных и это тоже очень важный сигнал с каждым днем количество сторонников роберта кучаряна только увеличивается понимаете люди просыпаются люди понимают люди вспоминают эти годы они прозревают понимаете и получается что эта революция она стала очищением для нашего народа я увидела истинного лидера я действительно успокоилась и теперь я знаю одно ребята все восемьсот восемьдесят четыре тысячи человек это электорат команды роберта кучаряна из тех кто не пошел голосовать потому что они не хотели голосовать за низкий им поклон и респект тем кто не пошел голосовать кто-то раз разбился между дошнаками кто-то там отдал голос налево направо не суть но в массе своей не пошло голосовать миллион почти четыреста человек из них ну четыреста пятьсот тысяч ну шестьсот тысяч они голосовать не будут мы это с вами разобрали но еще восемьсот тысяч это те люди которые тоже могут правильно распределить голоса кто-то уйдет республиканцам молодцы отлично пусть работают республиканцы реально ребята молодцы великолепно отрабатывают свою задачу пусть идут к дашнакам пусть идут барговачу ради бога но львиная доля из них это тоже команда роберта кучаряна поэтому мой призыв мой сегодняшний эфир не рассказать о том как страшно ужасно отвратительно в армении это видно эти смерти это тому подтверждение провальная медицинская политика тому подтверждение 40 со со везде этому подтверждение позорная история вокруг конституционного суда и позициями тоже тому подтверждение да ребят много чего да и вот это обозрение полиции все все что мы сейчас видим сейчас мне вот регулярно пишут одно и тоже это все очевидно ребят плохо я знаю но сейчас у нас другая задача каждый день говорить плохо это наша задача вот эти восемьсот восемьдесят четыре тысячи человек давайте встречать помогать пусть прозревают рассказывать и спасать нашу страну а гаяна и григорян хочет добавиться в эфир гаяна я вас правильно поняла вы хотите что-то сказать или мне тут какие-то вот фейсбук непонятные сигналы подает если есть ребят я пропустила очень многие ваши вопросы я готова на них ответить с удовольствием только еще раз поймите мою позицию ни одного слова никакого да каранчан вы абсолютно правы не могу зебилицей когда вы пишете ребята не тяжело читать давайте либо армянскими буквами либо русскими поэтому жуткие слова получаются поэтому я завершая свой эфир хочу сказать четко свою позицию любой кто будет троллить проснувшегося разочаровавшегося неважно еще раз я слышу твои комментарии что мол типа там холодильник по башке ударил поэтому проснулся личные амбиции дома квартиры налоги сейчас за ними придут поэтому поэтому они просто проснулись да ради бога ради бога это нормально георг нельзя все время призвать к совести людей люди разные это все тоже наши армяне за ради бога если он просыпается потому что его долбанула этим налогом на недвижимость до фиолетово поэтому я вам хочу сказать не поддерживайте пожалуйста троллинг особенно тех наших звезд которые имеют свою аудиторию которых любят и которых ценят не уподобляйтесь зомби массе зомби масса состоит из тех которые либо сектанты либо работают за деньги давайте не будем этого делать позиция очень правда очень простая ребят объединение это когда мы поняли приняли и понимаем что страна созрела и перезрела для изменений и что сейчас следующий шаг объединяться теми людьми которые не просто оппозиция оппозиция которая здраво понимает что завтра будет предвыборная гонка и что мы будем биться за голоса наравне с республиканцами наравне с дошнаками и что сегодня наша борьба это помочь проснуться восемьсот восемьдесят четыре тысячи человек остальные достаточно разумные чтобы сами к нам подключились это все что я хотела сказать и к я понимаю дорогие мои девочки мои родные ставшими уже родными которых я всегда поддерживала которым всегда было рядом когда вам было тяжело когда вам устроили когда ваши родные близкие от вас отворачивались от меня тоже отворачивались но мы прошли этот водораздел давайте пройдем этот водораздел давайте там объединяться наше объединение именно тут недель я не буду делиться никаким постом где будут троллить проснувшихся проголосовавших за никола никаким это моя позиция собственно говоря собственно говоря резюмируя свой эфир я хочу сказать чтобы мы это это моя абсолютная позиция народ в массе своей выходил против старой жизни которая завела их тупик за никола реально было очень небольшая доля людей они стояли до последнего для того чтобы не было возврата к предыдущей команде но чисто только за никола было действительно полтора землекопа хотите сказать сколько за него отвечу 20 мая когда он объявил что собирает всю свою тусовку перекрывать суды и от джан если ты меня слышишь ты умница большая именно ты вот дал вот эту вот идею за что тебе благодарна вот это то реальное количество которое за никола фейсбук это ты не то место где можно ориентироваться я сейчас конкретно пара армению я не про россию я не про зарубежья ребят они слушают всех вот этих продажных блогеров вы знаете какое количество 37 я уже неоднократно раз говорила групп которые рассказывают как армении все прекрасно вот представьте себе сидит себе человек в гленделе или в каком-нибудь я не знаю хацапетов кида и читают рому ромашку и все тысячи заводов он читает он идет утром свой асфальт укладывает вечером за прилавком стоит и про тысячи заводов читать как клёво в армении как там все хорошо прекрасно зашибись как хорошо все случилось да ради бога не надо людям разрушать внутренний мир если мы чудесно думается о том что в армении прекрасную пусть так думают это нам не мешает нам важны голоса которые непосредственно в армении а непосредственно в армении уже так не думаю они просыпаются они должны быть с нами вот все что я хотела сказать водораздела нет прошло вышли люди сказали не хотим тупые сериалы не хотим тупые передачи отлично хотим системное государство хотим правильное сильное государство хотим и это будет только давайте снимать этот водораздел все что я хотела вам сказать собственно говоря по моему я и сказала поэтому пишите мне дальше готова дальше обсуждать надеюсь что многие разделятся мной это мое убеждение время уже другое время ребят другое помогаем людям просыпаться нету больше вот хоряп это есть аферист жулик мои друзья говорят революционер я говорю оппортунист не принципиально который ходит урушит там крутится деньги зарабатывает чё в руке прилипнет то и бабки там и сям зашивает лансиротовскую комменцию ратифицировал чтоб денежка упала непонятно куда бюджет или в карман супружницы это уже отдельная история да вот такой вот герцы шустрый вам и не знаем мы знаем но это не значит что надо сейчас совершать катастрофические ошибки чтобы этот герцы шустры еще на пять лет сел понимаете вот об этом и речь все мои дорогие символа копиян пишет турчанка символа копия на кто турчанка простите символа копиян туркова пикинджан карла дуке к турке ищем неркая ну мэка сильно копиян ребят сельба копиян наверное представляется что она турчанка ну бывает турчанки с армянскими фамилиями если вы хотели сказать что-то другое я вас обидела простите ради бога просто вижу дамочка с чужой фотографии пишет турчанка все мои дорогие спасибо что вы меня слушали надеюсь я свою позицию четко донесла любом случае желаю вам хорошего вечера и прекрасной рабочей недели мы обязательно встретимся в течение недели и обещаю вам рассказать о некоторых своих впечатлениях после этой прекрасной зубконференции хорошо спасибо вам и всего хорошего пока